Друзья, привет! Это канал Литвушенко Лайт. 19 ноября в кинотеатре Кара 1.10 октябрь проходит премьерный показ фильма о Евгении Медведевой, известной, теслованной фигуристке. Ожидается много звездных гостей, и фильм со мной носит интересное название «Медведева против Медведевой». Поэтому я думаю, что нас ждет классная премьера, и все самое интересное покажу в этом видео. Перед просмотром попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и давайте посмотрим, как это будет. Итак, друзья, я начинаю снимать свой блог, и вот твой первый гость, Светлана. Привет! Расскажите, чего вы ждете от премьеры? Интересного контента. Будешь снимать блог? Нет. Я сегодня чисто по работе. Какие вопросы? Ты уже подготовлен? Я, да. А для чего ждешь? Что жду? От фильма. А я жду, не знаю, хороших эмоций и мотивации. Мотивации... Да, мне кажется, от этого фильма мы точно получим мотивацию, потому что все-таки такая история, которая вдохновляет. Да, мне кажется, это как раз-таки тот фильм для, не только для спортсменов, но и в принципе для людей, которые хотят как-то развиваться и стремиться к человеку. И слушай, уже очень много людей, которые пришли поддержать в день рождения. Мне кажется, что это самый лучший подарок, который можно сделать. Я согласен. Так что, друзья, все кинотеатры. Мы должны посмотреть этот фильм о начинающие молодые спортсмены. Мне кажется, это контингент, которым будет наиболее интересно посмотреть данную картину. В чем идея? Идея в том, что по-разному бывает. В спорте, в жизни. Бывает так, бывает так. Вообще завершение фильма подразумевалось, что я Олимпиаду выигрываю. Получилось по-другому. Это тоже прекрасно. Вот, поэтому бывают по-разному взлеты, падения, трудные моменты, хорошие моменты. В общем, просто жизнь закадровая такая спортсмена российская. Как и в жизни, в принципе. Как и в жизни, в принципе, да. Падения, победы. Всем интересно, что происходит за бортиками, вот, посмотрите. Что в детстве было, то, что всем интересно, то, что посмотрите. Женя, а ты согласна, что сложнее всего соревноваться самим собой? Не с кем-то, да, вот, а вот именно самим собой? Сложнее всего и правильнее всего. Потому что соперники рано или поздно закончатся. Если ты находишь мотивацию в своих соперниках, в других людях, если их не останется, что делать? Терять мотивацию. Постоянное, постоянное соревнование с тобой вчерашним, это наиболее правильное решение. Все спортсмены говорят, я соревнуюсь там с тобой, не просто так же. А какие у тебя ожидания сегодняшней премьеры? Это больше волнение или такое, ну, приятное? Мне интересно, самой я не смотрела полностью картину. Я не смотрела полностью, она менялась. То есть я ее где-то всегда не смотрела. Но самое главное, что я всю эту картину жила, то есть это жизнь моя. То есть я плюс-минус понимаю, что там будет. По детству, может, я и не все, конечно, помню, но мы откопали такие кадры из моего детства, что мне самой будет интересно посмотреть. А сколько снимали? Четыре года, да? Ну, около пяти лет. Около пяти лет с перевоина. То есть это не постоянно со мной находились камеры, да? То есть периодами какими-то многое не вошло в картину, там, по тем или иным причинам. Но, да, должно получиться интересно. А если сегодня у тебя день рождения, это самый твой необычный день рождения? О, да. Самый масштабный, наверное. А? Самый масштабный, да? Вот такая премьера. Ну, нежданно-негаданно, да? Получилось вот так. Ну, здорово. Мне приятно. Как вы думаете, после просмотра вашего фильма дети пойдут еще больше фигур на катании или наоборот подумают, ну его нафиг, что же голубик поп-то? Я думаю, что пойдут еще больше. Почему? То есть в фильме больше хорошего, чем плохого. Понятно, делать, да, я могла бы вот так вот гуглить вообще вот все свои проблемы, там, все свои правы, пожаловаться ко мне все. Но я старалась отзываться и о своем спорте, о своем пути максимально позитивно, поскольку, ну, пожаловаться мы всегда можем. Что-то подсветить, хорошее, красивое, и отозваться с благодарностью. Это все-таки больше сил требуется на это, поэтому в негативу всегда есть место. Ну, а в свой день рождения, наверное, я бы хотела бы попозитивнее это все устроить. Поэтому я думаю, что кофе нам больше мотивационное имение, наоборот. То есть в фильме показан, да, этот период трансформации от Олимпийских игр и до сегодняшнего дня? Ну, он будет видно и с детства, и с моментом, который я даже не помню, потому что мы там пленку отсматривали, оцифровывали ее потом. То есть такие кадры, которые, ну, мне даже не показывали, да, то есть мы нашли какую-то камеру, где какие-то, что-то там рассказывали, в общем, фотографии детские, ну, в общем, много всего. Раскопаны я, честно, от и до, еще раз говорю, не смотрела данную версию. То есть для меня это тоже будет премьера. Такая, я четко не обладаю информацией, что конкретно туда вообще вошло, в картину, но материалов мы очень много откопали, которых никто, даже я. Угу. Тепло, оттепло. Обязательно! Те Роман Сергеевич поет. У-у-у-у! Роман, вопрос. Как долго вы думали, прежде чем прийти на этот фильм? Скажите, пожалуйста. Вот, вообще, сразу. Сразу решили. Понятно. Вот, давно вы знаете Евгений? Ммм, лет шесть, так точно, наверное, да. Наверное, по окончанию уезжения и карьера мы больше, ближе познакомились, а до этого мы, конечно, тоже смотрели, наблюдали за ее победами, за ее сценарий. Какой вы, знаете, по характеру, что это за человек? Ну, очень целеустремленный, талантливый. Красивая девушка. Красивая девушка, красиво, пытается, красиво, выигрывала. Ну, все в нас сочетается, трудолюбие, наверное, и просто то, что привело ее к успеху. Сегодня уже недель рождения, что вы ей подарили? Себя. Себя подарили, и цветы, конечно. Потому что красивые девушки, красивые девушки, всегда надо дарить цветы. Да и не только красивые. И некрасивые. Всем девушкам. Всем девушкам нужно дарить цветы. Роман, сможете, пожалуйста, дать какой-то совет? Будем как преодолевать себя, как преодолевать обстоятельства, что на самом деле в том числе и об этом тоже? Давай. Это непросто. Главное, чтобы было желание для этого. Будет желание, тогда можно преодолевать любую трудность. Ну, я, честно говоря, не удивлен, что Женя как бы согласилась, потому что мы уже давно с Женей работаем. И это, наверное, первый юмористический ледовый мюзикл. Безусловно, зрители увидят Женя в различных аквалах. И эта сказка очень добрая. Это сказка про современное. Я хочу отметить, что это сказка современного российского писателя Артона Соя. Это его такой рассказ, который я переделал в ледовый сценарий. Он так и называется «Корова на льду». И я хочу вообще поддержать. И это ледовая постановка всех современных ледовых, современных писателей, которые пишут на детскую тему. В том числе, кстати, Елизавета Арзамасова выпустила недавно третью книгу про Гостика. И это прям абсолютный успех. И много премий. Поэтому в этом году такая история. Я очень рад, что все вместе и Женя, и Леша Ягодина, и Таня Татьмянина, и Максим Мариин, принимает участие. Мы найдем решение, как наша очаровательная корова начнет танцевать, с кем она будет говорить, как она будет общаться. Я рад, что у Жени есть ощущение какой-то легкой самоиронии. И это только говорит о силе и объеме личности. Эмма, расскажи, пожалуйста, какие у тебя ожидания от сегодняшней премьеры фильма Жени Медведевой? Мне кажется, что это должно быть очень откровенно, потому что, зная Женю, если она что-то делает, она это делает очень качественно, очень на высоком уровне. И если делать документалку, мне кажется, что это должно быть что-то на 90% откровенно, честно, вот, все, что на душе, поэтому мне очень интересно. А душа уже не очень такая самобытная и творческая, и интересная. Не хотела говорить снова это слово интересное, чтобы маслом, маслом не получалось, но по-другому как-то никак. Еще, учитывая, что это делает Красный квадрат, при участии, насколько я понимаю из афиши, я в свое время работала в Красном квадрате, там начиналась моя телевизионная карьера, и там работают профессионалы, поэтому мне кажется, это должно быть еще качественно очень и по картинке. Название фильма «Медведева против Медведевой». Согласна ли ты, что основной соперник в нашей жизни это не тот соперник, с которым мы соревнуемся в спорте, то где-либо еще, а вот именно ты сам? Да, это такая очень популярная фраза, особенно у тренеров индивидуальных видов спорта, что главный соперник это ты сам, то есть важно выйти и показать ту программу, которую ты можешь, а не там смотреть, что тетя Люся сделала до тебя, или что Маша будет делать после. Я согласна, но это и в жизни применимо, то есть всему свое время. Вот это прям фраза, моя самая любимая, все случается вот с нами, когда мы готовы, и поэтому не нужно там смотреть, что у коллег, вот условно, ой, а у них уже то-то, то-то, а у меня еще нет. Нет, нужно следить за собой, условно, я начала кататься в 11 лет, если бы я в 11 лет смотрела на то, что делают другие фигуристы в 11 лет, мне кажется, я бы сошла с ума от того, что я думаю, что я без, без перспективно и просто не какущая, но тем не менее, как бы у меня был свой путь, и я своим путем дошла до чемпионата мира, поэтому мне кажется, действительно, эта фраза так и есть, и мне кажется, вот название «Медведева» и «Медведева» вот такой очень глубокий смысл возможно играется.